Привет! Вы на канале отличной компании, компании «АвтоСтронг». Помните, что компания «АвтоСтронг» привезла из Европы 200 000 качественных б.у. автомобильных запчастей. Поэтому звоните и пишите нам. Сегодня мы разберём ещё один двигатель от Opel. Уж очень много концерн General Motors наплодил этих двигателей. Они друг от друга, хоть чуть-чуть, но отличаются. Итак, встречаем Z14XEP. В 2003 году автомобили марки Opel получили совершенно новый двигатель объёмом 1,4-16 клапанов мощностью 90 лошадиных сил. Этот двигатель создан на основе чугунного блока, в приводе ГРМ роликовая однорядная цепь, в приводе клапанов роликовые рычаги с гидрокомпенсаторами. Этот двигатель никогда не оснащался фазовращателями, зато получил фирменный впускной коллектор с заслонками Twinport. Сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый с Opel Meriva A 2006 года. Этот двигатель также ставился на Corsus CD, Astra HG, а также на Tigra. В 2009 году этот мотор модернизировали под ещё более строгие экологические нормы и продолжили выпускать под обозначениями A14XEL, A14XER, B14XEL и B14XER. Также на основе этого двигателя был создан первый турбомотор объёмом 1,4 для автомобилей Opel. 1,4-литровый двигатель от Opel не имеет очевидных слабых мест и недостатков. Он спокойно ходит 200-300 тысяч километров при нормальном обслуживании. Сегодня мы об этом моторе расскажем практически всё. Как вы заметили, на данном двигателе присутствует не всё навесное оборудование, но, естественно, недостающие детали мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Итак, поехали! Иногда на двигателе Z14XEP выходит из строя блок управления. В пинами разъёма и электронной платой, но они достаточно просто реставрируются. Реже случается выгорание ЭБУ из-за короткого замыкания, которое случается где-либо в проводке. Генератор двигателя Z14XEP частенько выходит из строя из-за неисправности реле-регулятора. Данный двигатель оснащался генераторами двух типов – на 70А и на 100А. Это надо учитывать при выборе реле-регулятора, а также при выборе отличного БУ-генератора с разборки. Сами знаете, какой. А симптомы вышедшего из строя генератора – это недостаточное напряжение зарядки. Датчик положения коленвала находится под стартером, обладает неплохим ресурсом. Но если с датчиком что-то не так, то появляется соответствующая ошибка. Вместе с этим двигатель будет запускаться со второго-третьего раза, глохнуть при отпускании педали акселератора, а также появятся рывки при разгоне. Система вентиляции картерных газов на двигателе Z14XEP классического типа. Здесь нет грибка с мембранным клапаном. Картерные газы утилизируются во впускной тракт по двум каналам – в задроссельное пространство и перед дросселем. Основной поток идет в задроссельное пространство, а второй канал используется при полностью открытой дроссельной заслонке. Частенько во впускном коллекторе двигателя Z14XEP обнаруживается много масла. Скорее всего, причина в системе вентиляции картерных газов, а именно в неправильной ее работе. Чтобы решить данную проблему, надо снять вот эту трубочку, которая введет картерные газы в задроссельное пространство и почистить клапан, который находится в клапанной крышке. Сегодня в разборе этого надежного и простого двигателя нам будет помогать такой же надежный, но непростой Николай. И мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка двигателя Z14XEP никаких нареканий и проблем не вызывает. Она нечувствительна к слою нагара и сажи. Легко доступна. После снятия установки заслонки ее надо адаптировать. Для этого достаточно включить зажигание, подождать одну минуту, в это время заслонка адаптируется. На 1,4-литровом двигателе XEP заслонки находятся в самом впускном коллекторе. Они установлены на проставки между ним и ГБЦ, как на двигателе Z16XEP. Принцип действия один и тот же. Конструктивные решения разные. Чаще всего отваливается планка, которая приводит все заслонки. Улетают вот эти крепежные шайбы, разбиваются отверстия и обламываются вот эти втулки. Итог 1. Заслонки начинают болтаться. Такую проблему можно рассмотреть, потому что это верхняя часть впускного коллектора. Субъективно работа и звук двигателя никак не меняется. При отломанной планке часть заслонок, либо же все заслонки могут быть открыты. При этом наблюдается перерасход воздуха и топлива. Также можно обратить внимание на некорректные показания первого лямбда-зонда. Также может наступить прогорание катализатора. И все это из-за того, что заслонки работают некорректно. Ошибка по системе TWINPORT может появиться на двигателях Z14XEP, произведенных до 2006 года. Там впускные коллекторы оснащены датчиком положения заслонок. А вот ошибка TWINPORT на более свежих двигателях Z14XEP указывает на неисправность электровакуумного актуатора, который соединен с ЭБУ. Целостность заслонок можно восстановить творческим ремонтом, изготовлением и установкой ремонтных втулок, а также установкой более надежного крепежа. Также можно купить отличный бувпускной коллектор с системой TWINPORT в «АвтоСтронге». В целом же система TWINPORT надежная, служит долго не боится нагара. Существуют единичные случаи обрыва заслонок, которые приводили к загибанию клапанов. Клапан EGR часто меняют на новый от оригинального производителя. Удивительно, но этот клапан стоит до 100 долларов. Почему его меняют? Потому что выходит из строя электромотор. Естественно, чисткой клапана данную проблему не решить. При нарушении подвижности штока клапана появляется ошибка, но также клапан может не закрываться полностью и без появления ошибки. В этом случае прогретый двигатель работает нестабильно, возрастает расход топлива, двигатель даже может не запуститься. Такие проблемы возникают как постоянно, так и кратковременно. При снятии и установке клапана надо заменить две прокладки, которые продаются отдельно, либо же идут в комплекте вместе с новым клапаном. Особо важна прокладка между ним и ГБЦ, потому что она уплотняет канал, по которому циркулирует антифриз. То есть может возникнуть течь антифриза. Также известны редкие случаи разрушения оплетки в проводах к разъему клапана EGR и короткого замыкания, приводящего к выгоранию ЭБУ. В стакане масляного фильтра есть дренажный клапан, который открывается после удаления вставки фильтра. После этого масло из стакана стекает через клапан. Известны редкие случаи отказа этого клапана. Как правило, это происходит из-за установки некачественного либо бракованного фильтра, который неправильно нажимает на клапан. После этого масло, подаваемое к фильтру, стекает в поддон, не попадая в масляную магистраль. Тогда давление смазки стремится к нулю. Многие владельцы, услышав об этой проблеме, закупоривают дренаж и удаляют этот клапан. Также причиной отсутствия давления масла может стать некачественный фильтр, который плохо пропускает масло. При подаче масла он сминается и перестает давить на вот этот клапан. Вот такие неприятности может доставить некачественный масляный фильтр. Двигатель Z14XEP укомплектован модулем зажигания, который объединяет в себе все катушки зажигания и свечные наконечники, то есть для всех четырех цилиндров. Служит примерно 150 000 километров. Но проблемы случаются и при вдвое меньших пробегах. На проблемы с модулем зажигания указывают пропуски воспламенения сразу в нескольких цилиндров. Пропуски могут возникать на холодном двигателе и исчезать после перезапуска. На сильно изношенном модуле пропуски воспламенения постоянные. Чаще всего места пробоя возникают вот в этих пазах. Это конструктивный недостаток. Но эти пробои можно залечить, расточив трещины и залив эпоксидной смолой. Вот такая металлическая помпа установлена на двигателе Z14XEP. Термостат находится вот здесь. Он пассивный и открывается при температуре 105 градусов. Ресурс у него достаточно большой. При износе он подклинивает и направляет антифриз по большому кругу. А это значит, что двигатель плохо прогревается, охлаждается при езде, а также при включении печки. Клапанная крышка уплотняется резиновой прокладкой по ее периметру и по модулю зажигания. Естественно, со временем она затвердевает и появляется течь масла. Еще одно место, где можно встретить запотевание маслом – это датчик давления масла. Он течет по своему корпусу. Также масло можно обнаружить и в его разъеме. По этой проблеме даже была отзывная кампания. В мае 2006 года производитель предложил улучшенный датчик. Состояние отвратительное. Этот двигатель к нам попал на разборку из-за наличия эмульсии. Сейчас разберем и дальше посмотрим, к чему она приводит. Роликовая цепь ГРМ не обладает значительным сроком службы. Обычно это 150 либо 200 тысяч километров. Но есть моторы с оригинальной цепью, которые прошли 300 тысяч километров. Изношенная цепь на моторе Z14XEP отчетливо гремит. С ГБЦ двигателя Z14XEP обычно ничего плохого не случается. Если говорить о состоянии, то мы видим признаки масложора, а признаков попадания антифриза в камеры сгорания мы не видим, потому что мы не видим отмытых камер сгорания. Признаки эмульсии видны в масляных каналах, значит антифриз просачивался в поддон, блок чугунный, чугунные гильзы, открытая рубашка охлаждения. Видны признаки масложора по нагару на донышках поршней и хон в цилиндрах еле просматривается. Продолжение следует... Явных следов эмульсии в поддоне мы не обнаружили, а это значит, что утечка антифриза была незначительной. Если говорить о состоянии шатунно-поршневой группы, то коренные вкладыши бодрячком, шатунные тоже, ну и коленвал бодрячком. По поршням стандартная ситуация закоксованные маслосъемные кольца, поршни таблеточной формы, Т-образный профиль и шатуны в стиле современных GM. Верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии. Маслофорсунок в данном блоке нет совсем. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали надежный, ресурсный и без очевидных недостатков мотор Opel. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Покупайте у меня на Матарске. Inneritsu Wind спорит Theodore blue Продолжение следует...